Здравствуйте! В эфире программа «В центре событий» в студии Светланы Стебенькова. Смотрите выпуски. Made in Russia. 70 югорских предпринимателей обучат азам экспорта. Зима прощая. В Сургуте отпраздновали масленицу широкими гулянями, песнями и танцами. И сургутяне возвращаются в погоню за плей-офф. Волейбольный «Газпром» «Югра» обыграл на выезде оренбургский нефтяник. «Югра» вошла в десятку лидирующих российских регионов по продажам новых машин. Согласно исследованию, которое провели аналитики автостата, Хантамансийский автономный округ разместился на шестой позиции рейтинга. На тысячу жителей в нашем регионе продается 11 новых легковых автомобилей. Впереди нас оказались Москва, Санкт-Петербург и Татарстан. Средний показатель по России составляет 9 машин. Ниже этой планки пока 67 субъектов федерации. Югорских предпринимателей научат взаимодействовать с иностранными контрагентами. 70 бизнесменов пройдут обучение по специальной программе по повышению экспортной грамотности. «Югра» вошла в число 12 регионов России, в которых реализуют пилотный проект по этому направлению. В целом, только за 2016 год в «Югре» прошло порядка 8 образовательных сессий, в рамках которых новым навыкам обучили более 100 человек. Нынешний курс, возможно, укрепит экспортные позиции «Югры». Сегодня мы актуализируем соглашение и включаем еще в соглашение специально созданный институт при российском экспортном центре, школа экспорта, где на профессиональной основе уже профессиональные преподаватели будут нашим предпринимателям оказывать услуги образовательные по повышению их компетенции. Образовательная программа тоже очень интересная. Учат предпринимателей, начиная с общения со своими контрагентами зарубежными и заканчивая заполнением таможенных документов. В «Югре» продолжают развивать движение «Орлдскилз». Правительство нашего региона подпишет специальное соглашение с Министерством образования России, а также агентством развития профессиональных сообществ и рабочих кадров. Губернатор автономии Наталья Комарова официально завизирует документ в рамках инвестиционного форума «Сочи-2017», который проходит сейчас в курортной столице нашей страны. Взаимодействие призвано повысить доступность образования, а также качество подготовки по востребованным специальностям. Кроме того, оно поможет ранней профориентации подростков. Как отметила Наталья Комарова на очередном заседании правительства, здесь можно использовать наработки кванториумов, многофункциональных центров, прикладных квалификаций, базовых корпоративных кафедр. Президент России отметил, что современная российская наука молодеет. Это действительно так. И наша задача создать условия для того, чтобы егорские дети и подростки могли как можно раньше проявить себя, быть подготовленными к тому, чтобы работать в условиях высокотехнологичных производств. Представители регионального правительства обучили бережливым методикам. Специальное пособие по внедрению бережливых технологий в органах власти, государственных и муниципальных учреждениях презентовали в Хантамансийске. Этот документ был разработан столичной экспертной группой и советом главных конструкторов Югры. Подробности в следующем сюжете. Эффективное использование рабочего времени и ресурсов. Вот главная задача, прописанная в концепции бережливого производства. Путь разумной экономии избрали в Югре. И теперь специалисты по этим технологиям часто и гости у нас в регионе. Мы постарались, чтобы четко были изложены принципы бережливости. Они были преломлены к тому, что происходит в государственных органах, к тем задачам, которые выполняют люди, работающие в государственных органах, в бюджетных организациях. И постарались изложить это достаточно занимательной, так сказать, простой формы. Причем в Югре внедрять методы бережливости будут не только на промышленных предприятиях, но и в органах власти. Итогом станет сокращение сроков принятия решений или оказания услуг. В натуральном выражении на один вложенный в технологии рубль придется 200 рублей экономии. Поэтапное и неизбежное внедрение бережливости прописано в стратегии развития региона до 2030 года. Пока переход на новые принципы работы применяют лишь отдельные организации. Среди органов власти это Департамент общественных и внешних связей Югры. Если гражданин обратился сегодня, например, в органы власти, то он должен ждать ответа где-то 30 дней. В условиях, безусловно, информационного общества это далеко не оптимально. Мы стремимся максимально сократить эти показатели. И для этого нам нужно значительно повышать производительность труда, сокращать все виды потерь. Вот, собственно говоря, сегодня именно этому эксперты нас и обучали. Разработка методик и постоянное проведение тренингов позволяют внедрять технологии бережливости плавно, что называется без отрыва от производства. Результат, соответственно, появляется также постепенно. Поэтому объективно оценить эффективность новых технологий мы сможем только через время. Дмитрий Подлесной, Сургут Интерновости при поддержке телеканала Югра. Кто первый и встал, того путевка. С 1 марта начинается прием заявлений на каникулярный отдых детей. Ведут его заочно, либо через портал госуслуги, либо через многофункциональные центры. Судя по предварительной записи, спрос на услугу высокий. В ФЦ Сургута набралось уже более 700 желающих. Чтобы встать в очередь, родители школьников должны предоставить ряд документов. Паспорт, свидетельство о рождении, справку о состоянии здоровья ребенка, предоставленную государственной больницей. Исходя из опыта работы, сотрудники МФЦ предупреждают сургутян о большом потоке клиентов в первый день весны. Помимо оказания уже привычных услуг в текущем году, здесь планируют внедрить еще 13 новых. Некоторые из них предоставляются уже с февраля. Например, в офисе МФЦ теперь можно подать заявление на очередь в детский сад или получить справку из БТИ. Нужно будет обращаться в МФЦ, делать запрос. Все базы переведены, все архивы БТИ всего округа переведены в Ханты-Мансис. Созданное специальное казенное учреждение. И запросы будут направляться всеми МФЦ в округе туда, потом формироваться ответы, получать результаты будут тоже в МФЦ. Минувшее воскресенье, которое православные называют прощенным, завершило Масленичную седмицу. Это древний славянский праздник с многочисленными обычаями, через века дошедший до наших дней. Каждый год Масленицу отмечают в разное время. В этот раз с 20 по 26 февраля. Все празднования сводятся к проводам зимы и ожиданию весны. По традиции люди катаются на санях, пекут блины, ходят в гости. Апогей праздника – сжигание чучела, олицетворяющего зимние метели и морозы. А уже с этого понедельника по церковному календарю начался Великий пост. В Сургуте Масленицу принято отмечать с размахом. Народные гуляния развернулись сразу на нескольких площадках. На территории городского культурного центра в микрорайоне строителей на уличной сцене выступили местные творческие коллективы. В программе были заявлены песни, танцы и сказки. Основной упор сделали на детские развлечения. Хороводы, бои подушками и другие задания на силу и ловкость. Организаторы говорят, что если правильно играть с подрастающим поколением, и не только в Масленицу, это сделает будущих взрослых умелыми. Плюс ко всему подобный семейный отдых укрепляет взаимоотношения отцов и детей. Если папа играет с детьми, это все потом возвращается в ста крат. А если мама, если всей семьей, еще и дедушки и бабушки, вот в этом сила и здоровье. Игры могут быть разные. Можно взять любую из игр, которые я из своего детства. Можно поиграть в казаки-разбойники. Сегодня у нас праздник, и то, что мы можем взять в руки, мячик или, допустим, палку, и с ней сыграть или со скакалочкой поиграть, чуть-чуть здоровье в тело вернуть. Игра – это самый лучший инструмент, который может нашим детям показать, что в этом нашем миру допустимо. Нормы какие-то, законы общества через игру подаются. А здесь дети, которые даже если он в каком-то соревновательном этапе проиграл, он не проигрывает. Потому что когда они обнялись, тот, который с ним был вроде бы соперником, они поделились, и победила дружба. И в этом сила. Они поехали и помчались на собаках, квадроциклах, снегоходах и лошадях. Мотоклуб «Райда» собрал старых и новых друзей на ежегодный традиционный праздник зимних развлечений «Мото Масленица-2017». На этот раз в Нефтьюганском районе. Екатерина Любешева и Сергей Коликов побывали на месте событий. Вперед! На праздники для мотоциклистов сделали все, чтобы они не скучали по своему любимому летнему транспорту. Инфраструктура покатушек работала на полную мощность. Хочешь на собаках еть, хочешь на снегоходе или квадроцикле. Многие взяли с собой детей. Организаторы обещали, что всем занятия найдут. А не тепленький, берем сколько хочешь. Сколько хочешь, столько бери. 16.30. Для себя угостить. Поэтому я прошу, наверное, к вам не расходить. Спасибо огромное. Низкий поклон. Для детей был детский снегоход. Были хаски в собачьих упряжках. Была фотосессия с хаски. Был пони, на котором тоже можно было покататься. Были хороводы. Детям всем понравилось, все были счастливы. И в конце мы угощали бесплатными блинами. А взрослым-то что понравилось? А взрослым? Взрослых своей дури в голове хватает. Им все нравится. Но вообще достаточно много гостей приехало. И кажется им без разницы, где собираться и насколько это далеко от цивилизации. Им любые дороги дороги. На мото-масленицу собрались гости из разных уголков Югры и Ямальских городов. Просто очень приятная атмосфера, отношение людей к друг другу, мотобратство. Весна все-таки, начало весны, масленица. Детей самое главное, что детей вывезти, на людей посмотреть. Кажется, мы стали забывать. На масленицу принято бороться. На кулаках, палках, стенка на стенку, неважно. И желательно без крови. Готовы? Итак, три, два, один, начали! Два, два, моль, просто в сухую. Ну и конкурс на скоростное поедание блинов. Куда без него? Давай еще, еще. Давай, давай, отцуем целиком уже. Отцуем! Заход солнца – отличное время для шоу с огоньком. Фаер-шоу. Показательные поединки клуба исторической реконструкции «Вихрь времен». И снова фаер-шоу. Плавно перетекли в кульминацию праздника – сжигание чучела масленицы. Правда, сжигаться тряпичная дева совсем не была готова. Пришлось настоять. Мне понравилось, ну, как вот эти с огнем. И еще мне понравились животные. А вы? Ой, мне все понравилось. На самом деле, ждала очень реконструкцию. Ну и сам по себе праздник удался на славу. Хороводы понравились очень тоже. Все понравилось. Когда в последний раз выводили хороводы? Ой, да я даже не смогла вспомнить, на самом деле. Мне кажется, это даже, наверное, первый раз. Ну, после детского сада. Пользуясь случаем, мото-клуб «Райда» пригласил всех-всех-всех на открытие мотосезона в третье воскресенье июня. Ежегодный фестиваль переправы состоится здесь же. Это уже решено на базе отдыха «Сказка» в Нефтьюганском районе. Обещают максимум развлечений. Екатерина Любешева, Сергей Коликов, Сургут, Интерновости. Бросай курить, возьми конфетку. К череде масленичных праздников присоединились и сургутские спасатели. Они провели мероприятие МЧС за здоровый образ жизни. Порядка сотни сотрудников сургутского пожарно-спасательного гарнизона и их курсанты устроили массовое катание на коньках, а затем в Ледовом городке на проспекте Мира они меняли блинчики и конфеты на сигареты. Изъятые табачные изделия торжественно уничтожили. Здравствуйте. А вы курите? Да. А у нас сегодня проходит акция «Меняй сигареты на конфеты». Не придите присоединиться? Да! Да можно. А что нужно? Сигарету? Да. Одна сигарета, одна конфета. Папа, дай мне сигареты. Спасибо. Данное мероприятие проводится по всей России. Изначально стартовало в городе Москве. Данный флешмоб проводится под девизом «МЧС за здоровый и безопасный образ жизни». В Сургуте проходит седьмой тур чемпионата России по мини-футболу среди команд высшей лиги. Местные дружины «Нефтяник» и «Факел» уже провели по две игры. Воспитанники спортшколы со счетом 0-5 уступили лидеру турнира «Зик Урфу» из Екатеринбурга и сыграли в ничью с «Курганом» 1-1. «Факел» в первой встрече добился победы над дублером. Вестинары второй поединок обещал быть намного сложнее. «Газпромовцы», занимающие пока второе место в таблице чемпионата, встретились с командой, занимающей первую строчку. «Нам было намного легче, потому что команда «Факел» в основном играет в шестером. А последние туры идут буквально через неделю. И тяжело в шестером вытягивать такой напряженный календарь, который сложился в последнее время. И не зря в первом тайме, если вы видели, они могли нам что-то противопоставить, а потом просто физически не в состоянии были». Первый тайм остался за сургутскими футболистами, но уже после перерыва спортсмены из столицы Урала не только отыгрались, но и вышли вперед. Несколько мячей фактически в пустые ворота «Факела», который перешел на игру в пять полевых, поставили точку в матче 7-3. «Зик Урфо» остался лидером Восточной конференции Высшей Лиги. «Газовики» сохраняют за собой вторую строчку в турнирной таблице. «То, что у нас проблемы в составе, это наши проблемы. Мы готовились к игре в том, что «Зик» будет играть в три четверки и прессинговать. В принципе, и по игре начали неплохо, но я считаю, мы сами наделали свои ошибки, которые привели к голам. И где-то очень много было потери мяча, очень много брака было. Это мы сами позволили сопернику играть в тот футбол, который привел к их победе». Волейбольный клуб «Газпром Югра» добился убедительной победы. Наша команда в 21-м туре Российской Суперлиги в гостях обыграла Оренбургский «Нефтяник». На все про все «Газпромовцам» понадобилось чуть меньше полутора часов. В первом и втором сетах сургутяне выглядели намного увереннее и полностью контролировали ход встречи. В третьем игровом отрезке «Нефтяник» сумел переломить ход матча. К середине партии хозяева ввели со счетом 12-6. Гостям удалось в самой концовке сета догнать оппонентов. В игре на больше-меньше удача была на стороне «Газпрома» 3-0. Победа нашей команды. В следующем туре 5 марта «Газпром Югра» на своей площадке примет чемпионы страны «Казанский зенит». Померились с силушкой богатырской в день защитника Отечества. В Сургуте прошел командный турнир по силовому экстриму. В нем приняли участие не только представители Югры, но и стронгмены Ямала, Тобольска, Владимира и Челябинска. Кто в итоге стал самым сильным мужчиной, расскажет Татьяна Расторгуева. Турнир по силовому экстриму проходит в Сургуте не впервые. Стронгмены на спортивной арене энергетиков встречаются в четвертый раз. Традиционно соревнования проводят зимой. В этом году их приурочили к Дню Защитника Отечества. Помериться с силами съехались богатыри из Челябинска, Ямала, Тобольска и Владимира. Честь сургутских силачей впервые отстаивал Александр Абдурахманов. Новичками турнира стали и спортсмены из Владимира. Борис Курбацкий и Сергей Шутов. У нас круглый год особенная подготовка, поэтому соревнования проводятся часто. И постараемся всегда держать себя в форме. Ну, в зависимости от упражнений, какие упражнения бывают, меняют на соревнованиях. Акцент уделяем на те упражнения, которые должны быть. А так, все в основном о то и то же. Их всего-то 200 упражнений у нас. А вот стронгмэн из Тобольска Александр Зенец завсегдатый такого рода соревнований. В арсенале у спортсмена победы на чемпионатах во многих силовых видах спорта. Во-первых, силовой экстрим отличается таким адреналином. Немножко нестандартные упражнения, которые обычный человек в повседневной жизни никогда не сделает. Но, с другой стороны, все данные упражнения, они нам позволяют в обычной жизни чувствовать себя великолепно. Поднимать, перетаскивать что-то. То есть, ну, как бы шоу, в первую очередь, конечно, тоже зрелищность турниров. Очень большое количество участников, зрителей. И поэтому приятно выступать на таких соревнованиях. На этот раз участникам предстояло показать силу и мощь в пяти упражнениях. Перебрасывание камня атласа, силовая эстафета, палец фингера, становая тяга и пресс викинга. Последнее было включено в программу впервые. Организаторы Федерации силовых видов спорта «Айронмен Югра» подходят к программе соревнований творчески. Только в собственной фантазии. Нет, есть уже стандартные упражнения. Но вот это, которые сами придумывают. Получается весьма зрелищно. В планах у организаторов вывести соревнования по силовому экстриму на международный уровень уже в следующем году. Наши пока на любительском уровне соревнования. Но у нас есть спортсмены, которые заявляются именно в Лигу сборной России профессионалов. То есть там определенная очень сложная система отбора сейчас. Отобрать победителя на турнире оказалось не менее сложным. В тяжелой борьбе первое место в прямом смысле отжали спортсмены из Владимира. Сургутяне стали вторыми. Бронзу увезли с собой силачи из Тобольска. Татьяна Расторгова, Вячеслав Ширкунов, телерадиокомпания «Сургут Интерновости». На этом у меня все. Оставайтесь с нами. Мы всегда в центре событий. Всего доброго. До встречи. Доктор Бужинаев обучался медицине с пятилетнего возраста. Сегодня высококлассный специалист проводит точное диагностирование и безоперационное лечение межпозвонковых грыж. Более 10 лет работы Александра Бужинаева в Сургуте показали. Все пациенты прошли курс лечения исключительно с положительными результатами. Телефон центра 90 12 13. 7 апреля в 20.00 в Большом зале Сургутской филармонии. Мировая джаз-дива Нино Катамадзе в сопровождении музыкального коллектива «Инсайт» с презентацией нового альбома «Еллоу». Партнеры мероприятия «Кафе Севен», гостиница «Екатериним двор», арт-ферма «Розовый крокодил». Заказ билетов и справки по телефону 780707. 4 и 7 марта в Сургуте. Чемпионат России по баскетболу. Университет «Югра» против команд «Спартак Приморье» и «Сахалин». Приходи болеть за своих в спорткомплекс «Энергетик». Когда имидж для вас не пустое слово, когда уверенность в себе – ваша кредо, когда вы цените каждую минуту релакса, тогда вам точно понравится наша контора. Новая мужская парикмахерская контора. Привлекательный ассортимент в магазине «Аметист». Для дам – шикарные украшения с драгоценными камнями. Для мужчин – аксессуары, брелоки, печатки, зажимы для галстуков, часы, крупные цепи, браслеты. Большой выбор обручальных колец из белого, красного и комбинированного золота. Для детей – цепочки, серьги, кольца, подвески. Слишком ярко. Слишком скучно. Слишком пазмурно. Это поправимо. Горизонтальные, вертикальные, мультифактурные, прессированные, рулонные. Компания «Жалюзи». Более 20 лет создает хорошее впечатление от любого вида за окном. Метросеть. Это только максимальная скорость. Интернет на 1 гигабит в секунду. 150 телеканалов в комплекте. Всего за 750 рублей в месяц. Подключайтесь. www.metrodefisset.ru Компания «Сипромстрой» открывает бронирование квартир в новых домах за ТРЦ «Аура». Телефон отдела продаж в Сургуте – 600-190. Компания «Сипромстрой». Добро пожаловать домой. В магазине «Адам» широкий выбор изделий из серебра, драгоценных и полудрагоценных камней. Впечатляющий ассортимент столового серебра и ручек, а также украшений из золота. Улица 50 лет в ЛКСМ, 3-2, первый этаж. И о погоде на 28 февраля. Здравствуйте в студии Алена Раковская. Во вторник большая часть Западной Сибири будет под влиянием североатлантического циклона. В регионе ожидается облачность, небольшие очаговые снегопады, а температурный режим окажется на 7-12 градусов теплее климатической нормы. Ночью в Сургуте и окрестностях облачно с прояснениями небольшой снег. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду порывистый. Температура воздуха минус 7-12. Утром также облачно, местами возможен снег. На столбиках термометров около 10 градусов мороза. Днем с неустойчивыми прояснениями временами снег. Направление и сила ветра не изменятся. Температура 4,9 ниже нуля. Возвращение легенды Мы просто продаем качественную обувь по доступным ценам. Сеть салонов Саламандр В салонах обуви Саламандр до конца февраля большая распродажа зимней коллекции. Новое поступление весна-лето. В течение дня солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое. Атмосферное давление будет расти и составит 757 миллиметров ртутного столба. Сказку-дверь открой! Ты ее герой! Чтобы веселей играть, нужно всех собрать! Собери свой мир! Сильваниан Фэмилис по суперцене уже в Карапузе! Всегда радостные покупки для детей в магазинах Карапуз. Достойное качество по выгодным ценам. Я желаю вам весеннего настроения. Будьте здоровы! До свидания!